Здравствуйте! Сегодня разбираться в самых острых безотлагательных вопросов буду я, Мария Шматкова, члены общественной палаты в эфире телепроект разберемся, звоните нам в студию в прямой эфир по телефону 8 495 508 86 84 присоединяйтесь к нашей беседе, будет интересно Итак, сегодня гости нашей студии это председатель общественной палаты Одинцовского района Захар Юрьевич Иванов и ответственный секретарь общественной палаты Светлана Геннадьевна Налепова В общем-то, все руководство палаты у нас сегодня в студии, поэтому звоните к нам в прямой эфир и тема сегодняшнего эфира это выездные приемы, который уже близится, второй выездной прием 24 октября он пройдет а первый состоялся 18 июля в год рождения, в день рождения общественной палаты Одинцовского района Светлана Геннадьевна, то есть это тема с продолжением, то есть это мероприятие показало актуальность и востребованность жителями, раз планируется второй прием Это не просто актуально, по крайней мере, как мы считаем, а об этом еще и просят жители нашего Одинцовского района Очень много обращений и вопросов поступило, многие вопросы уже удалось решить и мы хотим не только снова принять какие-то обращения, какие-то новые проблемы, но и дать немного, наверное, обратную связь тем, кто придет уже на этот прием Готовиться мы к нему начали гораздо раньше, чем по прошлому опыту понимаем, что нужно больше времени Вопрос информирования прежде всего, и сейчас этим занимаемся и выходим на глав поселений Мы немножко меняем вообще концепцию выездного приема В принципе, теперь у нас в поселениях будут не комиссии определенные представители, комиссии, а у нас теперь есть распределение по поселениям То есть к определенным поселениям прикреплены члены общественной палаты То есть каждый член общественной палаты сейчас закреплен за каким-то поселением Для чего это делается? Мы стараемся перестраивать работу прежде всего в связи с необходимостью повышения эффективности взаимодействия, чтобы мы могли больше вопросов решить. Если уже определенные люди закреплены за поселением, они знают их вопросы, они знают состояние дел, и нам не нужно делать и сами контролировать, взаимодействовать с комиссиями определенными здесь внутри. И нам уже не нужно их связывать с определенными комиссиями, чтобы меньше было внутренних сложностей, и чтобы все было проще и эффективнее. Сейчас все ответственные по поселениям проводят встречи с руководителями администрации, главами поселений, и должны составить так называемый паспорт проблем. Захар Юрьевич, какие проблемы будут входить в эти паспорта? Проблем и вообще что это такое? Не дополнительная ли это нагрузка для членов общественной палаты? Потому что я знаю, вот немножечко вас опережу, что только в Одинцовском районе, только именно в нашей общественной палате такое направление работы появилось и ведется. Больше ни одна палата этим не занимается. Ну, как вы правильно Мария сказали, первое, нагрузок мы не боимся, никаких дополнительных, мы пришли в палату, чтобы заниматься как раз вот этой деятельностью. Паспорт проблем составляет соответственно по поселениям, собирается абсолютно все, потому что есть проблемы долгоиграющие, так называемые, которые не решались уже годами, и может быть у нас не получится решить эти проблемы. Но, по крайней мере, мы привлечем к ним внимание, еще раз покажем власти, где нужно разбираться. Есть проблемы быстрые, которые можно решить, например, одним запросом или телефонным звонком. Вот, например, совсем недавно обратились в общественную палату жители дома, находящегося в Одинцово, который идет под снос, но еще три семьи не переселили в новый дом. Им уже отключили электричество, воду и тепло. Ну, вот как вот в таких условиях трех... Как же люди живут, а на улице буквально сейчас идет снегопад. То есть мы сидим в студии, у нас тепло, а за окнами-то холодно. Именно сейчас вот в режиме нон-стоп начинаем разбираться с этой ситуацией. Люди без тепла и без воды, и без электричества не останутся, в любом случае будет какое-то решение. Вот как раз и выездные приемы сделаны для того, чтобы найти эти проблемы. Некоторые просто стесняются приехать в общественную палату в приемное время. И поэтому мы выезжаем к ним. 24 октября в каждом поселении будет проведен выездной прием. И хочу обратиться ко всем жителям, если у вас есть какая-то проблема, которая не решалась долго, или может быть она возникла прямо сейчас, не стесняйтесь, обращайтесь. Каждое обращение примем и рассмотрим. Более того, вы даже можете звонить в прямой эфир прямо сейчас, обратиться со своей проблемой, с вопросом, с предложением по телефону 8495-508-86-84. Звоните нам, присоединяйтесь к нашему диалогу. Итак, как будет дальше обстоять дело с формированием паспортов? Светлана Геннадьевна. Сейчас после встреч с администрациями поселения будет актуализирован паспорт проблем. Сейчас он существует уже, но по данным общественной палаты. То есть по тем обращениям, которые уже были у нас именно в этих поселениях. Конечно, он неполный, потому что не все жители поднимают какие-то вопросы. Так как основная наша работа, наверное, 80-70% точно построена на обращениях, и они часто повторяются, и какие-то системные, групповые мы работаем с этим. Это занимает большое количество времени и большое количество ресурсов. Поэтому я думаю, что мы считаем, что не все вопросы еще озвучены. И правильно было сказано, что вопросы есть длительные, которые долго играющие, как сказал Захар Юрьевич. Эти вопросы должны, если в случае даже переформирования палаты, еще что-то, пойти на будущее. То есть мы работаем не в рамках даже нашего созыва. То есть мы рассчитываем не краткосрочную перспективу, а уже на долгосрочную, что будет дальше. Я считаю, что каждый гражданин должен вот таким вот образом вести, ну как бы осуществлять свою гражданскую позицию. А вы сказали, что члены общественной палаты, ну точнее люди, которые будут конкретные люди, закреплены за конкретными поселениями. Они будут вместе с местной властью формировать этот паспорт проблем. А не получится ли так, что чиновники попытаются что-то скрыть, спрятать, завуалировать и, может быть, дать, ну не совсем всю информацию по конкретному поселению? Как вот в этом случае вот работать общественники, чтобы от их зоркого взгляда ничего не ускользнуло? Для этого есть руководители в любом случае. Во-вторых, мы ни в коем случае не расформировываем комиссии. То есть по своим направлениям они все равно будут вести работу и будет такой как бы двойной контроль, да, а не просто так. И плюс есть еще руководство палаты, которое таки видит многие вопросы. Буквально продолжим через минуту у нас есть звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. К сожалению, не дождался наш телезритель. Звоните нам, еще раз набирайте номер прямого эфира 508-86-84. Я надеюсь, что во второй раз у вас точно все получится. Продолжайтесь, Светлана Геннадьевна. Ну, судя по результатам, да, вот как бы у нас есть плотный контакт со многими главами поселения, которые активно откликаются, да. И, в принципе, контакт плотный во многих, ну то есть очень часто возникает, от него просто не уйти. Ну, во-первых, это контакт не одного как бы человека, а нескольких, потому что мы говорим об ответственных поселениях. Поселения у нас 16 членов у нас предусмотрено, 45 в составе палаты. Плюс еще добавляются консультанты-эксперты и с удовольствием прикрепляются по поселениям, потому что они либо там живут, либо знают их проблемы, которые активно хотят решить, помочь. Ну, наверное, комиссии между собой тоже будут делиться, правильно? Наполняете эти паспорта проблем в том числе, говорите, какие-то актуальные проблемы. В принципе, состояние дел, которое сейчас существует, информация вся пришла из комиссии первоначальной, потому что они знают, какие вопросы решены, что не решено. И первоначальные, которые паспорта такие мы, черновики сейчас, да, уже сформированы на основании сведений именно комиссий соответствующих. И они перешли к ответственным. Ответственные сейчас встречаются с главами и с руководителями администрации и поднимают некоторые вопросы, что решено, да, какие-то дополнительные сведения, что не решено. Но есть обратная связь от власти, от представителей по многим вопросам и по выездному приему. И есть вопросы даже уже открытия новой детской... У нас есть звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Седова Нина Ивановна. Я благодарю Общественную палату за то, что озвучили нашу проблему и за то, что взялись за ее решение. Поблагодарите Захара Юрьевича еще один раз. Спасибо большое. Вы можете лично это сделать. Захар Юрьевич сегодня у нас в студии. Да, я вижу. Я вижу и его благодарю. Я надеюсь, что ваша проблема решится в самые кратчайшие сроки. Спасибо большое. Спасибо за звонок. Очень приятно, Захар Юрьевич, получать. Вот она, обратная связь с населением. Сразу. Да. Кстати, очень интересно. 18 июля состоялся первый выездной прием. 160 обращений было принято членами Общественной палаты. Насколько все на сегодняшний момент отработаны? Ну, кстати, там надо заметить, что еще каждое обращение содержало порядка 5-7 вопросов дополнительно. То есть цифру можно умножить так в 5 раз. Я даже не знаю, извиняться или как. Вот такую статистику мы, конечно, не готовили. Много вопросов решено, очень много вопросов, которые нет. Есть вопросы, которые на федеральном уровне и на региональном уровне, то, что мы уже обратились, и они будут решаться еще не скоро. Но есть такие вопросы, как, например, доставка лекарств в ближайшие аптеки, когда поселение жалуется, что по рецептам люди в возрасте не могут получить в своем поселении. Эти вопросы все по обращениям решены, и комиссия по здравоохранению старается это наладить, быть и на системный уровень. Ну, то есть то, что можно было решить по горячим следам, это было сделано практически день в день. В принципе, все решено. Перечислено каких-то надбавок с пенсии, тоже у нас есть консультанты отличные, которые разбираются в пенсионных исчислениях, тоже уже помощь сделана. Дальше, наверное, громко прозвучал у нас выездной такой рейд по предотвращению торговли в ночное время алкоголем. У нас есть звонок, продолжим к этой теме. Вернемся. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Людмила Васильевна меня звать. Очень приятно, Людмила Васильевна, мы вас слушаем. Я по поводу, хочу обратиться к вам, чтобы нам помогли с отоплением. А то вот сейчас началось... Рассказывайте, говорите сразу ваш адрес. Адрес сразу, да. Северная 46. Северная 46. У нас эта проблема каждый год. Как только вот кто-то выступает на телевизоре, пожалуйся, начинается... Но у нас еще, знаете, такая проблема? У нас на пятом этаже идет такая разводка, что люди, живущие над нами, должны эту воду сливать, когда только включают отопление. Но в прошлом году они сливали воду, и как бы там этот вентиль сорвался он у них. Они затопили четвертый этаж. В этом году я подхожу, говорю, ребят, сливайте воду. Говорят, мы не будем, потому что у нас кран в таком состоянии, что мы опять вас зальем. И вот теперь каждый год мы мучаемся вот этим сливом воды для того, чтобы у нас стены прогрелись нормально. Какая управляющая компания обслуживает ваш дом? Мы в ЖКХ относимся. Ясно. У ЖХ? Да. Обязательно разберемся. Телефончик вы сейчас оставите оператору. Завтрашнего дня займемся вашим вопросом. Обязательно будет обращение передано в профильную комиссию. Мария, вот еще хотелось бы добавить, скажем так, у нас все-таки в районе не одни проблемы, а есть еще, скажем так, и интересные вопросы, которые возникают в ходе выездного приема. Вот, например, на прошлом выездном приеме к нам обратился житель Кубинки, который хочет сделать, во-первых, у нас Кубинка, это как бы считается патриотический центр Одинцовского района, и хочет сделать на базе Акуловской школы кадетский корпус. Вот в данный момент у нас совсем недавно проходила презентация по этому поводу. Будем готовить обращение к главе района, к губернатору Московской области с целью, чтобы это дело получилось. Далее обратился замечательный мастер японского фехтования, который тоже хочет сделать школу, и нужна ему, скажем так, вот поддержка власти. Тоже дело благое, мы за развитие спорта. Далее обратился эксперт-консультант нашей палаты. У нас звонок, Захар Юрьевич, продолжим чуть позже. Здравствуйте, мы вас слушаем, представьтесь, пожалуйста. Людмила Васильевна. Очень приятно, Людмила Васильевна. Это Людмила Васильевна. Вы звонили сейчас? Рассказывайте. Алло. Алло, да, мы вас слушаем. Так, я, значит, говорю, Березова 2А, квартира 50, новый дом. Только еще год как заселили, не могут включить отопление. Я три дня подряд ходила к начальнику, и до сих пор ничего не сделано. Вы знаете, что живут старики, малые дети, в квартирах очень холодно, но невозможно, даже никаких мер не принимают. Какая управляющая компания обслуживает ваш дом? А, ну, МОП ЖКХ. МОП ЖКХ. Оставьте, пожалуйста, телефон оператору, обязательно с вами свяжется комиссия. Ну, это безотлагательные вопросы, конечно же, отопление сейчас очень острое, острый вопрос, который 7 минут нужно решать. У нас очень много таких обращений, мы считаем их экстренным, ну, и обращаемся тут же в день в день, начинаем решать. И в прошлом году, в принципе, тоже такое было, но так как мы, может быть, еще нас мало знали, не было такого, понимаем, шквала. И это не только компания ОЖКХ касается, у нас просто включили отопление в Венецовском районе. Поэтому начались какие-то сбои, проблемы, без них, к сожалению, никак. Но все-таки, Захар Юрьевич, хотелось бы продолжить о том хорошем, светлом, что вы начали говорить. Чем еще помогает общественная палата? Денис Владимирович Клыков, он хочет организовать выезд детей-сирот на матч футбольного клуба «Спартак-Москва». Мы организуем автобус, человек 20-30 соберем, отвезем на красочное шоу, на этот новый стадион, чтобы детишки посмотрели, поболели и будут совсем недалеко, скажем так, от поля сидеть в первых рядах. Вот такие дела творятся, скажем так, в нашей общественной палате, и в день выездного приема, как раз обращение-то поступило. Ну, то есть не только с проблемами, каждый день вы сталкиваетесь и с их решением, естественно, но и какие-то инициативы хорошие, светлые, нужные нашему району вы, конечно же, тоже поддерживаете и продвигаете. Процентов 30 таких благих инициатив и добрых дел из тех обращений, которые мы получили. Поэтому рассуждать о том, что у нас жизнь такая вся серая, тусклая и хмурая, одни проблемы, тоже не имеет смысла. Есть и хорошие моменты в нашей жизни. А вот сейчас, наверное, хорошим моментом как раз поделится с нами телезритель. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Антонина Архиповна. Очень приятно, Антонина Архиповна. Живем мы, значит, в Можайске, 52. Дали нам отопление в дом 2-го числа. Но в нашем стояке до сих пор холодные трубы и холодно в квартире. Вы обращались в управляющую компанию? Да, мы обращались в ЖО-9. А что вам сказали в управляющей компании? Как прокомментировали ситуацию? В управляющей компании? Кто у нас в управляющей компании? Я даже не знаю, кто там у нас управляет. Хорошо. Нет, вот, ну, спасибо, мы приняли ваше обращение. Оставьте, пожалуйста. Нет, минуточку. Мы звонили, значит, 3 раза в день звоним все время. Нам обещают сделать. И сказали сегодня. В 6 часов взял ключи сантехник и пошел делать. Но до сих пор уже 9-й час, а ничего, у нас ничего не делается. И так наш стояк холодный. Телефончик оставил. Телефон, пожалуйста, оставьте, Антонина Архиповна. С вами обязательно свяжется завтра комиссия по ЖКХ. И я думаю, что решит вопрос, и сантехник к вам дойдет. С ключом спустит воздух, и ваши трубы станут горячими. Тепло придет и в ваш дом. Практически взяла тезис известной компании. Захар Юрьевич, все-таки помимо выездного приема, помимо тех обращений, которые поступают в горячую линию, я так понимаю, что и лично к вам в том числе люди обращаются на тех мероприятиях, на которых вы присутствуете, и где-то видя вас идущим по улице. То есть вас уже знают за этот год практически всех членов общественной палаты. Знают не только по поселениям, где они живут, но и, конечно же, в городе Одинцово. Не мешает это? Вы знаете, это нельзя назвать какой-то популярностью или славой. Просто действительно лица примелькались. Есть у нас замечательные члены палаты, которые участвуют во многих мероприятиях, не просто участвуют, а организовывают эти мероприятия. Есть у нас замечательные эксперты, консультанты. Например, Михаил Евгеньевич Дикань, он по жизни идет гордо с поднятой головой, с песней всегда. На всех мероприятиях, патриотических, связанных с 1 сентября, с 9 мая, он всегда с песней, всегда в первом ряду. То, что узнают, походят с проблемами, это хорошо. Раньше к общественной палате было отношение такое, ну зачем собрали непонятных людей, непонятно для чего, а может быть даже и понятно для чего. Писали в заголовках, в комментариях. То сейчас действительно, вот как вы видите по звонкам, как вы видите по обращениям... И у нас снова звонок. Спасибо. Договорим чуть позже. Здравствуйте, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста. Валентина Ивановна, город Одинцово. Как еще? Валентина Ивановна, да? Да, у меня вопрос к общественной палате, председателю. Слушаю вас. Скажите, пожалуйста, у нас есть такие судебные приставы по Можайской 117. Так. У вас были какие-то нарекания и жалобы по этому вопросу? К этому адресу? Так. Там не работает ни один телефон. Там судебные приставы не разговаривают с населением. Там просто творится, черт знает что, безобразие. Я думаю, что я ни первая, ни последняя по этому вопросу к вам обращаюсь. Вы знаете, пока обращение по поводу некачественной работы службы судебных приставов Одинцовского района к нам не поступало, если вы сформулируете вопрос, что именно не так и что там происходит, потому что я так понимаю, что это федеральная служба, которая осуществляет прием именно по этому адресу. Там, я так понимаю, это дело все не в подъезде, а с той стороны дома, ну как бы примерно визуально представляю где-то. Что именно там происходит, что именно не нравится? Ну я вам сформулирую другое, что там уже, чтобы попасть к судебному приставу на прием, нужно отстоять 5 часов. То есть они принимаются, да, в общем, нельзя. Я сама лично отстояла 5 часов, у меня были проблемы с судебным приставом Рудковской, по поводу пенсии там было. Ну это как бы долго объяснять. Просто я хочу сказать, что когда я пришла туда, чтобы попасть на прием к приставу, то я отстояла там 5 часов только для того, чтобы попасть к судебному приставу. То есть мы можем как-то влиять на федеральную службу? Не надо влиять на вопросах безобразия по самому, то что там происходит, когда люди приходят на прием. Неужели нельзя какие-то там лоны или какие-то там электронные что-то придумать? Спасибо, Валентина Ивановна. Спасибо, оставьте, пожалуйста, телефон. Спасибо, Валентина Ивановна. Да, давайте прокомментирую эту ситуацию. К сожалению, еще остались федеральные службы на территории нашего района, которые, может быть, оказывают не то качество услуг. Очереди, узкие коридоры, негде присесть. Люди вынуждены стоять, вынуждены ходить для оплаты квитанции километра полтора от некоторых наших учреждений. Но, скажем так, вопрос решается, потихонечку все идет налаживаться. Конечно, идет достаточно короткими шажками. Мы со своей стороны, соответственно, усилить, как-то ускорить процесс этот, я честно хочу сказать, не можем повлиять как-то на службу судебных приставов. Вот такое у них маленькое помещение, вот такой у них ограниченный штат. Конечно, по этому поводу мы обязательно обратимся к руководителю нашего Одинцовского отделения, чтобы понять, какие комментарии он скажет в отношении этого. Ну и тогда, естественно, Валентина Ивановна получит уже какой-то ответ и понимание того, что будет происходить дальше. Светлана Геннадьевна, вы хотели тоже что-то добавить? Да, я хотела добавить, что по всем вопросам, вот сейчас, что вы не можете какие-то детали уточнить, в любом случае с вами свяжется оператор общественной палаты по тем телефонам, которые вы оставляете, и уточнит все детали и зарегистрирует обращение для передачи в соответствующую комиссию. Главное, правильно указывать телефон оператору, потому что бывают такие случаи, что с вами просто не могут связаться, если неправильно цифра указана или что-то не так. А у нас звонок. Алло, мы вас слушаем, представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Лесной городок, улица Энергетикова, 2, 4-й подъезд. Зовут меня Петр Яковлевич. Очень приятно. Я по какому вопросу обращаюсь? То, что нас иногда подтапливают, то это ладно, мы уже привыкли к этому. А вот то, что постоянно в аварийном состоянии находится лифт, это приведет когда-то к трагедии. Уже обращались неоднократно. Лифтмост отвечает, или кто там, репсы там ссылаются на одних. Вот лифтмост, что у нас нету запчастей там каких-то, каждый день поломки. Один раз и ребенок попал туда, его кое-как там выводили с этого лифта. Вот и женщина с детьми, которая постоянно по лестницам спускается с 9 этажа и поднимается. У вас 9-этажный дом? У нас 9-этажный этаж. 9-этажный дом. Рэп-жаворонки, да, управляющая компания у вас? Рэп-жаворонки, да. Раньше обещали, сейчас сменилось руководство новое, снова обещают. Но я думаю, когда-то порядок наводить надо. Безусловно. Петр Яковлевич, а вы обращались? Вы обращались к главе поселения? К главе поселения не обращались, но если надо будет, мы будем обращаться, куда нам делать? Ну, я знаю, по крайней мере, по собственному опыту, что глава поселения Лесной Городок реагирует всегда на все вопросы, связанные, скажем так, с бытом жителей. И я вам рекомендую прям с завтрашнего дня написать обращение в администрацию. Чтобы подписались жители, в том числе те мамы, которые застревали, да, попадали в такие ситуации, в лифты, и как-то этот вопрос решался? А мы со своей стороны, ну, скажем так, посмотрим, как власть отреагирует, я уверен, что все будет в порядке, и возьмем на контроль именно ваше обращение по этому вопросу. Спасибо за звонок. Мы один момент не договорились, Светлана Геннадьевна, это по рейдам, по работе, которая проводится в этом направлении. Это, в принципе, ответ на вопрос, эффективны ли вообще выездные рейды, да. Кроме того, по обращениям, которые по первому этапу выездного приема мы получили, были вопросов недостаточно большое количество, связанных с торговлем алкоголем в ночное время. Наша комиссия по миграционной политике совместно с информационной комиссией объединились усилия и провели рейды вместе с сотрудниками МВД, и у нас есть уже пресечена торговля спиртными напитками в некоторых поселениях, а также закрытый магазин, например, один уже в Новоивановском, который доставлял очень много неудобств жителями по многочисленным обращениям. Вот таким вот образом. И еще есть, проводились рейды у нас по вопросам нарушения правопорядка. Тоже есть результаты и по этому вопросу. А у нас есть звонок. Ок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это Дмитрий Светлана Петровна, 62-й дом. А улица? Можайское шоссе. Можайское шоссе. Платили по счетчику. У нас два счетчика. Четыре подъезда на один счетчик, два подъезда. Вдруг нам прибавляют. Я звоню в управляющую компанию. Мне говорят, вы знаете, это тариф. А счетчики на что стоят? На свет или на воду? На свет. На свет. Тариф. А второй раз, это в мае было в этом году, прибавили 16 рублей. Потом в июне 25 рублей. Я опять звоню. А это норматив. Мне ответили. Ну почему у нас счетчик? Электрики снимают с дом управления, ходят чек, подают в управляющую компанию, и она решает этот вопрос. Я звоню в расчетный центр, где нам делают расчеты за квартиру. Они мне ответили. Это нам присылает ваша управляющая компания. Ответа я до сих пор не получила. Но тарифы, установленные законодательством Российской Федерации, они не могут меняться по мгновению управляющей компании. Абсолютно согласен. Но здесь есть маленький нюанс, я так понимаю, что есть определенный норматив потребления, и когда он выше, чем показания по счетчику, недобросовестные управляющие компании берут то, что побольше. Жителей в обслуживающую организацию, вернее, в энергоснабжающую организацию платят, соответственно, поменьше. Но с этим вопросом мы опять же разберемся обязательно. Есть у нас комиссия по ЖКХ, которая как раз отвечает за это направление. Сегодня практически все вопросы уйдут в комиссию по ЖКХ. Ну, отопление же включили. Отопление включили. Да, это очень тяжелый вопрос отопления, когда что-то происходит, когда в районе сезон, дожди, еще что-то. Сразу включаются жители, которые выражают свою активную позицию, борются за качество своей жизни, и мы получаем шквал обращений. Вот, например, были дожди, размыла дорога по Минскому шоссе, у нас выезжали на Минское шоссе. Где-то затапливается, где проехать невозможно, мы выезжаем туда. И тут, соответственно, проблемы с отоплением, с тарифами, с изменением, с доначислением. У нас на самом деле в комиссии на ЖКХ есть специалист, который как раз занимается тарифами и работает с управляющими компаниями. Он может дать компетентный ответ. Да, 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 он может дать компетентный ответ и сформулировать компетентный с обоснованием запрос в соответствующие инстанции. Ну, то есть, вот, все-таки опять возвращаясь к тому, что членами общественной палаты стали не просто все желающие, а действительно люди, которые что-то могут, умеют и могут свои знания и умения применить и помочь другим людям. Вот, как, например, в комиссии по ЖКХ, да, то есть это специалист, который досконально знает все от и до в этой сфере. То же самое, если мы возьмем образование или культуру, это люди, которые, ну, не понаслышке варятся в этой сфере. То есть это вот очень тоже интересный момент, хотя выбирались же члены населением, да, люди, а как-то сформировались они и действительно попали, вот, каждый на своем месте. И каждый делает хорошее, нужное для всех. Ну, это формировалось не сразу, да, то есть мы, конечно, понимали, где работает человек и пытались даже дать рекомендацию, где работать, в каких комиссиях. Пытались равномерно, вот, с помощью Захара Юрьевича, равномерно распределить. Но у нас сейчас есть и переводы между комиссиями, то есть есть люди, которые нашли себя в любом случае, либо в одной, либо в другой комиссии. И сейчас мы это приветствуем, потому что самое главное – это эффективность твоего времени, а не просто присутствие на каких-то заседаниях или общих мероприятиях. Очень сильно помогают консультанты-эксперты. Но у нас есть еще и такая практика, как поддержка комиссии. Например, на выездном приеме, раз мы к выездном приеме говорим, очень много обращений было по поводу детских площадок. Отсутствие площадок либо вообще, да, есть поселение, там, Часовское, например, там, по адресам, нет, там, военный городок, очень тяжело с этим вопросом. Либо они находятся в таком состоянии, что просто опасно для детей. И к этому вопросу у нас подключилась комиссия по культуре, потому что у ЖКХ было такое, что они еще неделю, наверное, просто разбирались вообще, что к чему. Они с удовольствием включились, мы им предложили, потому что все-таки это комиссия по культуру и спорту, и мы предполагаем, что площадки, это косвенно и с ним связано. И есть уже результаты, вот, например, в Кубинке-8 по обращению в выездном приеме уже есть детская площадка, небольшую уже сделали. Там родители, конечно, хотели детский парк, но я думаю, в этом направлении еще работает. Ну, нужно начинать с малого, нельзя сразу сделать все, чтобы у нас сады зацвели, парки разбились, да, Захар Юрьевич? Мне бы хотелось бы еще раз, чтобы вы, конечно же, пригласили всех жителей на выездный прием, который состоится буквально через несколько недель. Уважаемые жители Одинцовского района, те, кто верит в палату, те, кто пока еще сомневается в ее эффективности, я вас приглашаю на выездной прием 24 октября. Время узнаете из эфиров, с нашего сайта. В каждом поселении будет, соответственно, проведен прием. Не менее двух часов члены общественной палаты будут записывать все, что вас интересует. Не обещаем решить абсолютно все, но, по крайней мере, приложим все силы, свое умение и старание, чтобы вам помочь. Спасибо огромное. Это была программа «Разберемся». Увидимся ровно через неделю. Всего доброго и до свидания.